Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 сентября. Житие святого Иоанна Постника, патриарха Константинопольского. Святитель Иоанн родился в Константинополе. Подвязался он в прицарях Юстини, Киверии и Маврикии. Естин II-младший, восточно-римский император, царствов с 565-578 год. Киверий, преемник Иоанна II, 578-582. Преемник Киверия, царствов с 582-602 год. Первоначально он был золотых дел мастером. По своей добродетельной жизни был муж благочестивый, нищелюбивый, странно любивый и богобоязненный. Поселив у себя в доме палестинского монаха именем Ессерия, Иоанн жил вместе с ним. Однажды, когда они шли вместе, Иноксей находился по правую сторону Иоанна. Вдруг слышит он, что кто-то незнакомый ему говорит, «Не следует тебе, отче, идти по правую сторону великого». Это было предзнаменованием Божьим об Иоанне, что ему будет верено великое архиерейское служение. Услышав это, монах рассказал о том блаженному Ихтихе, патриарху Константинопольскому. Патриаршествовал с 552 по 565 год. Который стал увещевать Иоанна, принять пострижение, так как считал его достойным быть в церковном притчете. И вот в церкви святого Лаврентия во время стояния на молитве святому Иоанну последовало следующее откровение. В алтаре он увидел множество святых, и все они надевали на себя белые блестящие одежды и пели прекрасное песнопение. Потом из алтаря вышел какой-то человек с сосудом, из которого щедро подавал милосты немногим собравшимся нищим. Однако сосуд не пустел. Когда один из нищих воскликнул от тесноты, Господи помилуй, да коли не опустеет сосуд сей, сосуд тотчас же сделался пуст. Это откровение заставило преподобного задуматься, и он делился виденью, которое предзнаменовало как его будущий сан, так и его великую щедрость к нищим. По прошествии некоторого времени умер константинопольский патриарх Истихий. И Божьим изволением Иоанн, как достойный, был избран и назначен для рукоположения, но не соглашался, пока не увидел следующего грозного видения. С одной стороны было видно море, поднимающееся до небесы, страшная огненная печь. С другой же стороны множество ангелов, говорящих ему, ты не принимаешь престола, пусть будет другой, но ты от всех нас будешь наказан. После того, как ангел с угрозой сказали это Иоанну, он, хотя и против желания, повиновался и был поставлен патриархом константинопольским. В этом сане проводил он постническую и добродетельную жизнь до самой смерти своей, как о том свидетельствуют чудеса его. В великое волнение морское он утишил молитвой и крестным знамением. Одного слепца именем Иоанна из Газы со словами «Исцеливший слепого от рождения, тот да исцелит тебя!» И слепой тот час прозрел. Однажды, по Божьему попущению, был большой мор в Константинополе. Преподобный молился, чтобы Бог отвратил праведный гнев свой. Одному из верных своих слуг он приказал взять два сосуда, один полный мелких камней, а другой пустой. Став на весь день к месту, где приносили умерших, и считать их, перелагая камни, сполнилась оттуда в пустой. Со счета слуга нашел в первый день пронесенных мертвецов 323 и возвестил о том святому. Витой же Иоанн предсказал, что мор прекратится. Это и стало сбываться с каждым днем, потому что на второй день стоящий и считающий слуга нашел пронесенных мертвецов менее, в третий день еще менее. В воскресенье же, по предсказанию святого и по молитвам его мор, окончательно прекратился. Воздержание святого Иоанна было таково, что шесть дней он не вкушал никакой пищи. Седьмой же вкушал немного огородных плодов, или дыни, или винограда, или смоквы. Так питался он во все время своего святительства. Спал он весьма мало, да и то сидя. При этом он привязывал небольшую веревку к свете и ставил катку с водой, чтобы когда свеча догорит и веревка упадет, в катке происходил шум и таким образом пробуждал его. В молитвах святой пребывал постоянно и в подвигах многих боролся со страстями. Многократно он обращал вспять нашествия на племенников и избавлял от гибели, от погибели город своими молитвами и постом. Пасту свою соблюдал от врагов, видимых и невидимых. Был весьма милостив, отец сиротом, нищим кормилиц, обидимым защитник, ревнитель по боге, искоренитель всякой злобы. Однажды в пятницу святому было возвещено, что на другой день будет конское состязание. Была же тогда суббота пятидесятницы. И отвечал святой, конское состязание в святую пятидесятницу да не будет. И Пав на колено молился Богу, чтобы ради страха и для разрушения такого дела явилось какое-нибудь знамение. И вот когда все собрались на место, где обычно происходили состязания, и когда состязания начались, внезапно сделалась сильная буря, гром и молния. Пошел дождь и большой град, так что все от страха разбежались в зрелище. Преподобный имел власть изгонять и нечистых духов. Так одна жена, имевшая бесноватого мужа, повела его к одному пустыннику. Но он сказал ей, иди к святейшему Иоанну, патриарху Константинопольскому, тот исцелит твоего мужа. Испомнивая, то жена получила просимое и вместе с мужем исцеленным молитвами преподобного пошла с радостью домой. И вообще многие больные получали исцеление от святого. У многих женщин по его молитвам разрешалось неплодие. Так мудро упавший словесное стадо преподобный в маститой старости достиг блаженной кончины и перешел от земли в небесное селение. Это было 2 сентября 595 года. Когда тело святого лежало уже мертвым, к нему пришел для прощания известный начальник области Нил и, преклонившись, поцеловал его. Святой же, будучи мертвым на виду и к удивлению всех, прошептал начальнику области Нилу несколько слов на ухо, которых тот никому не сказал. Похоронили святого Иоанна внутри алтаря святых апостолов, как достойного такой чести, прославляя и благословляя дивного во святых Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.